Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами майор ЗСУ Тарас Березовец. Сегодня ночная сводка новостей, так получилось, что новостей сегодня оказалось несколько больше для одного выпуска, поэтому предыдущий я посвятил исключительно анализу указа президента Зеленского, который признал 6 российских областей историческими украинскими землями, с ним вы можете ознакомиться на моем канале, а сегодня я с вами хотел обсудить больше военной новости, в частности результаты вчерашних обстрелов, прилетов по Новотеку, напомню, это российский терминал Ленинградской области, который находится на расстоянии практически 900 километров от украинской границы, и эта атака сулит за собой новые проблемы для российских оккупантов, которые символизируют изменение военной тактики ЗСУ в войне против России. Ну и, наконец, издание Daily Mail, да, это британский таблоид, предвижу скепсис моих зрителей в отношении этой информации, тем не менее, издание Daily Mail публикует сегодня большую статью, которую, уверен, будут разбирать уже утром, смаковать буквально по цитатам, растаскивать СМИ, статья посвящена гипотетическому сценарию атаки России против НАТО, и эта атака должна состояться где-то к 2044 году, то есть через 20 лет сегодняшнего дня. Можно было бы, безусловно, эту статью игнорировать, если бы журналисты Daily Mail не обратились к более чем авторитетным экспертам, в частности Бену Ходжесу, командующим, бывшим командующим вооруженными силами НАТО в Европе, и ассоциированному ученому Руси, это Королевский колледж оборонных наук, находящийся в Лондоне, зовут его Сэм Крэнни-Эванс, которые участвовали в подготовке этого сценария. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Итак, начнем все-таки с вот этой новости. Итак, Ходжес и его британский коллега Крэнни-Эванс выступили консультантами Daily Mail и расписали сценарии гипотетического нападения России и ее союзников в Беларуси и Ирана на НАТО, и также описали роль Китая в этом конфликте, который, как считают американские и британские военно-аналитики, будет поддерживать эту атаку. По мнению таблоида Mail, в том изложении, которое было составлено после интервирования Бена Ходжеса, основные фазы атаки включают следующие этапы. Первое. Российские хакерские группы осуществляют серию кибератак, которые вызывают сбои в работе инфраструктуры и спутников. Также на этом этапе уничтожается часть разведывательных западных спутников. Россия активизирует свою дезинформацию и пропаганду на Западе, пытаясь посеять сомнения в том, что именно она стоит за этими атаками. Традиционный сценарий российских гибридных войн, который, как считают, на Западе будет практически скопирован с захвата Крыма и Донбасса в 2014 году. На втором этапе вооруженные силы Российской Федерации наносят массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры на территории стран НАТО. При этом поражается Турция, Испания, Франция, Германия, Великобритания, страны Восточной Европы, в частности Польша, страны Балтии. В России уничтожаются военные аэродромы, военно-морские базы, склады и логистические центры. На этом этапе Россия ставит задачу также заблокировать любые перевозки грузов между странами НАТО. Затем начинается наземная операция. Россия и ее союзник Беларусь разворачивают наступление с территории Калининградской области РФ. Это эксклав, находящийся на границе с Польшей и Литвой, из территории Беларуси. Вот этот самый Сувакский коридор, который сейчас защищается очень ограниченным контингентом стран НАТО, официальная информация свидетельствует о том, что там сейчас развернуто достаточно ограниченное количество подразделений союзников. 900 солдатов бундесвера немецкого, 800 американских солдат, 400 королевских драгун армии Его Величества, короля Великобритании. Небольшое количество контингента из Хорватии, Дании и, естественно, польские и литовские военнослужащие. Но общее количество вооруженных сил, безусловно, не может не идти ни в какое сравнение с тем контингентом, который развернут в Калининградской области и на территории Беларуси. Кроме того, ключевую роль в войне за Суваловский коридор, или, как его называют, по НАТОвской классификации, коридор СК, он так называется, или в английской версии он называется Суваловский коридор или Суваловский ГЭП, будет служить первые 72 часа. Считается, что ключевая задача тех подразделений НАТО, которые развернуты в Суваловском коридоре, будет попытаться сдержать российское наступление. Их задача выиграть время, через 72 часа им должны прийти на помощь 30 тысяч быстрых сил реагирования НАТО. Но период этот достаточно длительный, и конфликт будет чрезвычайно кровопролитным для обеих сторон участников конфликта, и для армии НАТО, и для армии Российской Федерации, и ее союзника Белоруссии. И, как считают западные аналитики, в первые 72 часа будут огромные человеческие жертвы с обеих сторон, в том числе среди гражданского населения, как свидетельствуют военные учения, которые проводились американскими военными колледжами, и военной академией армии Польши. Гражданское население в значительной мере окажется неподготовлено к такому конфликту. Возникнет существующая паника, которая будет мешать передвижению воинских подразделений, будет усиливать, скажем так, хаос и панику в тылу. И чем будут пользоваться российские диверсионные группы, которые будут действовать под прикрытием, переодеваясь в униформу армии НАТО, что сделать им, в принципе, будет несложно, учитывая, например, то, что в армии Республики Беларусь активно изучаются языки, как они называют, вероятных противников, в частности, польский язык, и большое количество военнослужащих армии Республики Беларусь свободно владеют польским языком, часто без акцента. Они могут выдавать себя вполне как за гражданских, так и за военных. Ну и, безусловно, Россия будет активно использовать собственные средства РЭП, которые она довела практически до совершенства, для того, чтобы прерывать сообщения и нарушать связь, радиосвязь, в том числе между подразделениями многонационального контингента НАТО, которая сконцентрирована в этом Суваловском коридоре. Наконец, на третьем этапе разворачивается наземная операция с использованием, как считают, об этом заявили Ходжис. Использование российской бронетехники и танков на основе AI, Artificial Intelligence, то есть искусственного интеллекта. Да, можно, конечно, посмеяться над этим утверждением, но, как считают многие серьезные институты, в том же Руси, Королевский колледж оборонных наук Великобритании, Китай активно сейчас работает над разработкой соответствующих систем, и они могут быть переданы россиянам. То есть, мы говорим о периоде через 20 лет. Основная цель захватить Суваловский коридор, после этого наносится удар по территории Польши, считается, и ключевой целью также будет Эстония. То есть, главная задача изолировать страны Балтии от остальных стран НАТО, и единственное сообщение, которое останется, это сообщение через Финляндию, которая уже вступила в Альянс, и поэтому, если перережут Суваловский коридор, что военные учения, которые проводились, показывает это весьма вероятный исход российского вторжения, то есть, будет перерезана коммуникация между Польшей и Литвой, единственный коридор, который останется, сообщение для стран Балтии через Финляндию. Однако, и здесь Россия будет готова нанести удар, несмотря на серьезное противодействие со стороны военно-морских сил Финляндии. Достаточно мощные, как заявляют аналитики, они являются достаточно мощными. В это время военно-морские силы России попытаются взять под контроль Арктику с помощью ракетных ударов и действий российского подводного флота всю Северную Атлантику. И, наконец, на последнем этапе Москва берет стратегическую паузу для оценки готовности НАТО защищать своих членов. Мы можем, еще раз повторю, конечно, посмеяться над самим названием издания Daily Mail, желтого даблоидного издания, если бы мы не видели сейчас уже реакций. И в том числе президент Польши, Дуда, заявил сегодня журналистам в Вильнюсе, он находится там с визитом, о том, что Литва и Польша в ближайшее время проведут совместное военное учение в Сувалском коридоре. И этот регион, эта цитата, который требует особого внимания, особого контроля. Об этом заявил Анджей Дуда, президент Польши. Вся эта ситуация пока чисто гипотетическая. Понятно, что пока Россия втянута в войну в Украину, они не будут готовы начинать. Но мы говорим о ситуации через, повторю, по оценкам Ходжеса, через 20 лет. Впрочем, это может случиться и раньше. Другие оценки говорят о том, что Россия будет готова начинать подобную войну уже после 2027 года. А это всего лишь через 3 года от сегодняшнего дня. Ну и об изменении тактики ЗСУ сегодня пишет Bild. Немецкое также желтое издание, но тем не менее, которое дает очень часто эксклюзивную информацию благодаря сотрудничеству Bild с британскими и американскими спецслужбами. Так вот, Bild утверждает, что ЗСУ перешли от чисто военных действий на территории Украины к новой тактике уничтожения российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. В качестве успешных примеров приводятся последние удары, которые были нанесены в частности по Ленинградской области. Здесь мы увидели серьезнейшую неготовность России и ее системы ПВО противостоять подобным угрозам. И как пишет сегодня англоязычное издание Moscow Times, Россия может лишиться порядка 40% экспорта нефти при новой атаке Украины на Балтийские терминалы, поскольку первое за время войны удары Украины по Ленинградской области угрожают объектам, благодаря которым Россия получает значительную часть своих нефтедолларов. При удачной атаке на нефтяные терминалы на Балтийском море может остановиться экспорт полутора миллионов баррелей в сутки, что грозит потерей 90 миллионов долларов ежесуточной прибыли. Остановка любая, короткая или длительная, экспорта из Балтийских портов станет крупным шоком для нефтяного рынка. Ну и самое главное, что альтернативы, по сути, у России вывоза своей нефти нет, поскольку Новороссийск мог бы принять дополнительно около 300 тысяч баррелей в сутки, однако из-за нахождения, из-за того, что он находится вблизи от границы с Украиной, он также легко поражается морскими и воздушными дронами. А экспорт нефти по железной дороге в Китай и через Дальний Восток невозможен, поскольку железные пути полностью забиты, отправлять по ним новые нефтяные грузы невозможно. Ну вот еще один сценарий, как хотите, того, что Россия фактически оказывается в состоянии ловушки, в которую она сама себя загнала, в том числе из-за своей логистики неудачной, которую она построила.